Доброго дня всем моим зрителям! Сегодня я бы хотела вместе с вами начать шить пальто по выкройке из журнала Burda 10-2011 и это очень простое пальто. Прямой силуэт, шалевый воротник, простой рукав, не двушовный и карманы в боковых швах. Причем карманы в боковых швах я делать не хочу, я хочу вообще это пальто сделать без карманов, но я добавлю на спинке шов центральный и внизу будет шлиться, чтобы было удобнее носить, потому что я это пальто удлиняла немножечко и, соответственно, чтобы было в нем удобно ходить, я хочу сзади сделать шлицу, плюс я хочу, ну, скажем так, прокачать еще немножко навык шлицы. Я делала их в юбках, в платьях, но еще ни разу не обрабатывала шлицу в пальто. У меня здесь шерсть в составе, шерсть, шелк и махер. Других добавок нет, ткань очень мягкая, ткань такая с небольшим ворсом. Я вам ее не показывала в закупках, в покупках, потому что думала, что я сошью из нее еще прошлой осенью, я купила ее где-то, наверное, в сентябре, может быть, вот, и, ну, думала, что сошью, но как-то не хватило времени, и, в общем, потом уже решила не торопиться сшить весной. В общем, видите, она очень нежная, она прям вот такая вот мягонькая, я не даже скажу, что она как бы тоненькая, пластичная. Ну, вот, видите, прям она вот так вот складывается. Буду показывать сразу деталь и как я ее продублировала. Значит, у рукавов я продублировала вершину оката, чтобы вот здесь потом, ну, вот он, когда будем в пройму втачивать, он был такой аккуратненький. Также сделала меточки, ну, кстати, меточки уже подстираются, где у нас, ну, соединяется с полочкой будет. А также рукава нужно будет еще проклеить по низу. Но я это сделаю, когда уже точно утвердю длину рукава, пока я не уверена, как будет. Я удлиняла выкройку рукава на 5 сантиметров, то есть, бурдовскую выкройку я удлиняла. Посмотрим там, что, что как будет. У меня, знаете, тут уже, я брала, по-моему, 2,8 метра. Само пальто я тоже удлиняла до 1,20 метра, то есть, я люблю такие длинненькие пальто. Следующая деталь, которую я вам покажу, это спинка. На спинке у меня будет центральный шов, я также здесь проклеила. Еще я думаю, что можно дополнительно проклеить вот здесь, например, плечевой срез, плечо у спинки. Но можно не проклеивать, а когда будем подшивать, подшить сюда полосочку бязи. Я такое видела в каком-то из мастер-классов по пошиву пальто Максмара. Когда мы с вами что-либо проклеиваем, важно предварительно попробовать на кусочки ткани. Особенно, если мы с вами шьем пальто, и это какой-то дорогой материал. Нужно посмотреть, как он себя поведет. Во-первых, под утюгом, под паром, чтобы у нас ворстом с вами не испортился блеск. Ну и вообще не примять, ничего не попортить. Во-вторых, не будет ли заметен переход от дублированной части к недублированной. Потому что и такое бывает. То есть, как бы знаете, вот с лицевой стороны прям видно, где у нас все заканчивается. Но вот чтобы вот эта вот линия была менее заметна, вот ее вот как бы такими зубчиками обычно делают. Ну, я сейчас рассказываю про те мастер-классы, которые где-то я это все по интернету читала, смотрела. Но здесь у нас будет на спинке центральный шов. Я его тоже проклеила. Это у меня долевичок, то есть полосочка из флизелина, выкроенного подолевой. Ширина этой полоски у меня 2 см, припуски 1,5 см. То есть, на 5 мм он у меня еще заходит на само изделие. Но я думаю, это такая оптимальная ширина этой полосы, позволяет спокойно ее приутюживать вдоль края. И при этом не переживать, что она у нас как-то там будет смещаться. То есть, мы четко вдоль края ее клеим, знаем, что припуск 1,5 см. И точно знаем, что 0,5 попадет еще на изделие. То есть, строчка пойдет точно по вот этой нашей проклеенной ленточке. И внизу, где у нас шлица, я отложила... То есть, шлица у меня будет где-то 4-4,5 см. И вот от центрального шва на спинке я отложила в сторону 1 ширину шлицы, 2 ширину шлицы и еще 1,5 см на шов. То есть, это мы вот так вот подогнем потом. И здесь у нас вот так вот будет шлица с одной стороны. Но детали спинки я выкраиваю симметричные. Хотя шлица у нас там дальше с одной стороны будет шире, с другой уже. Я изначально выкраиваю и дублирую их одинаковыми. То есть, потом просто со второй детали, вот с вот этой вот, да, я срежу. Вот то, что вот здесь у меня лишняя вот эту часть, я срежу. Но это дальше доберемся с вами. Я там покажу, что я срезаю. Просто на этапе кроя я краю детали симметрично. Чтобы, не дай бог, там ничего не перепутать, я могу перепутать. Я как-то в одном из своих пальто перепутала детали переда и спинки, полочек спинки. Так что, с тех пор я краю симметрично все, что можно. Вот. И это у меня детали полочки. Детали полочки я тоже проклеила. Их я проклеила полностью. Девчонки, я не профессионал. Если кто-то меня смотрит в первый раз, вот, я не профессионал. Все, что я знаю, я смотрела в интернете, на разных форумах, читала, смотрела, видео там и все такое прочее. В общем, вот, все, что вы что-то мне в комментариях советовали. И вот я так, так я и шью. А полочку я дублировала полностью. Знаю, что не всегда так делают. И где-то даже разбирали, как вот шьют пальто Максмара. Там полочку, по-моему, даже не проклеивают полностью, а проклеивают только вот линии швов, проклеивают пройму, проклеивают вот здесь плечик. И, девчонки, я сейчас не берусь утверждать, просто, опять же, говорю, где-то видела, читала это все. Но я пока не решаюсь. Мне, конечно, интересно попробовать. То есть, это позволит сохранить вот эту мягкость, нежность, пластичность ткани. Но все-таки как-то пока страшновато. Плюс у меня моя ткань, она очень и без того мягкая, прям супер мягкая и тонкая. Мне хотелось сделать ее немножечко поплотнее. Все-таки это пальто. Как-то вот пока непривычно. Плюс это мое такое первое шерстяное классическое пальто. Ну, как классическое в плане не утепленное, не какое-то там декоративное. Пальто как пальто, в общем, обычное. Поэтому хочется сделать его просто обычным пальто и не экспериментировать более чем нужно. Также на этой детали у нас с вами есть линия, линия середины переда. И ее рекомендуют тоже наносить. Причем наносить не мылом, а наносить сметывающей такой строчкой длинненькой, чтобы потом, когда мы с вами шьем, когда мы запахиваем эту вещь, мы надели и могли соединить эту линию центра на правой и на левой части и понять вообще, как на нас эта вещь сидит. Обычно я ее наношу, когда нужна застежка. Вот когда застежка, чтобы ничего не перекосило, я всегда ее делаю. Здесь застежки нет, будет просто запах. По сути, это халат. Халат из пальтовой ткани. Вот, поэтому я решила схалтурить и этого не делать. То же самое я еще, знаете, не наносила линию перегиба воротника. То есть, вот где у нас шалевый воротник вот так будет отгибаться, эту линию я тоже не делала. Вот ее, кстати, можно было бы сделать, чтобы знать в каком месте, потому что мы же так чуть-чуть будем подутюживать, когда вот дойдем до этого места. Вот ее можно было бы нанести с помощью ниточки. Вот я как раз прочертила эту линию, по которой дальше будет перегибаться мой лацкан. Не лацкан, а шалевый воротник. И вот сейчас я ее такой с меткой хочу наметить. У меня тут огромная игла. Вот. И у нас с лицевой стороны с вами будет линия. Мы будем знать, что вот когда будем уже воротничок придавать ему форму с помощью пара, вот здесь, вот по этой линии мы перегнем и аккуратненько будем парить. Выкройки для подкладки у этого пальто нет. Ее можно и нужно будет сделать самостоятельно. То есть, как мы это с вами делаем? Мы берем выкройку полочки, берем выкройку подборта и от полочки, скажем так, отнимаем подборт. Но здесь сложность в том, что у нас вот тут с вами есть выточка. И когда мы с вами берем выкройку подборта, мы ее накладываем на деталь полочки и видите, что у нас получается. Часть выкройки подборта заходит на выточку. Здесь нужно будет сделать так, то есть, эту выточку нужно будет перенести в шов соединения подборта и подкладки. Это выкройка полочки. У нас, смотрите, здесь идет шалевый воротник, вот это вот на спинку и здесь есть выточка. Выкройка подборта у нас идет без выточки. И смотрите, как она интересно получается. То есть, мы когда совмещаем вот этот вот внешний срез, да, край борта, я его так называю, то получается, что у нас, видите, как бы на подкладке вроде как бы есть выточка, вроде как нет, она такая неполноценная. Что я делаю? Я беру, накладываю выкройку подборта на выкройку полочки. Можно переснять выкройку полочки на лист кальки, чтобы не портить выкройку полочки. Ну, чтобы, например, в дальнейшем ее можно было использовать. Можно прямо на ней, если не жалко, если больше по ней шить не планируете. Вот, и я перевожу. Я перевожу подбор и срезаю его с выкройки полочки. То есть, он нам здесь больше не нужен. У нас с вами осталась открытая выточка. Вот она, этот раствор выточки. Нам с вами его нужно вот так закрыть. Как это сделать? Нужно сделать разрез вот отсюда, от края, вот от этого. Вот, вот отсюда. Нужно разрезать вот сюда до вершины выточки. То есть, вот эту часть нам как бы надо освободить. Можно прямо здесь один миллиметр не дорезать, чтобы она совсем не отваливалась. То есть, смотрите, мы вот, чтобы закрыть вот здесь, мы открываем вот здесь. И смотрите, что у нас получается. Мы вот эту палочку сюда с вами, вот эту часть, закрываем. Выточка у нас закрывается и открывается малюсенькая-малюсенькая выточка вот тут. Вот, буквально здесь у нас, ну, может быть, раствор где-то один сантиметр. И уже исходя из этого, мы с вами будем кроить подкладку. А когда будем соединять с подбортом, она тут немножечко припосадится и все будет хорошо. Вот. И в итоге у нас получится, что и на подкладке нет выточки. И вот здесь она у нас есть. И объем на грудь появится. И, в общем, все будет хорошо. Единственное, что здесь нам нужно только вот это дело теперь скрепить. Малярным скотчем, чтобы оно нам уже не мешало. И вот так легко и просто можно избавиться от выточки на подкладке. На спинке. Спинку я кроила. Если вы помните, на деталях из пальтовой ткани у меня будет шов. Здесь я кроила пока целиком, но отступила. Вот, то есть, здесь у меня вот так полтора сантиметра. На складочку заложено. Здесь заложено сверху на складочку. Внизу подкладка, я планирую, будет отлетная. И вот эти полтора сантиметра, они мне как раз еще шлицу снизу позволят обработать. Так что, в общем, пока вот так. Здесь сверху будет просто небольшая складочка на свободу. Рукава я кроила точно по деталям самой выкройки. Вот. Когда буду соединять с подкладкой рукава, здесь, возможно, по низу я немножечко срежу лишнего. Ну, там будет видно в зависимости от того, как будет укладываться рукав. Но я пока кроила такими же, как пальтовые. Там видно будет. Вот. Собственно, все. Еще будет деталь пояса. Но к поясу мы в самую последнюю очередь уже подойдем. Там посмотрим, из чего он будет вообще собираться. А пока пожелайте мне удачи. И давайте начнем шить. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok